Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет тема «Как сдвинуть дело с мертвой точки и закончить его?». Мы поговорим о том, почему мы откладываем важные дела, что нам мешает доводить их до конца. И я сейчас хочу прочитать вам письмо от нашей телезрительницы. Она пишет, Анастасия, «Стоит ли мне доучиваться в институте, если будущая профессия не нравится?» «Я учусь на последнем курсе. Осталась одна сессия и работа над дипломом. Но мне никак не удается заставить себя сесть за подготовку, чтобы сдать экзамены. А время поджимает. Я в отчаянии». Скажите, кому-то из вас приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда время поджимает, ты понимаешь, что нужно сделать, но никак не можешь заставить себя. Это еще явление называется таким термином прокрастинация, то есть промедление и откладывание. И прежде чем мы углубимся в нашу тему, я хотела из своих личных наблюдений рассказать вам о том, что довольно часто, общаясь с пожилыми людьми, я слышу от них, ну уже такие глубокие пенсионеры или неглубокие пенсионеры, когда они говорят, что вот надо было вот это сделать, а я не сделал, надо было вот там сделать, и теперь уже вот ничего нельзя изменить. Ну, я просто хочу сказать, что часто те дела, которые нам нужно было делать, мы их не завершили или вообще не сделали. Потом наступает сожаление о том, что надо было бы мне это сделать. Такие сожаления о упущенных возможностях, с ними сталкиваются многие люди в возрасте. Но если говорить, вот переводить стрелки на себя, всегда хорошо приводить свой личный пример, то у меня с этим проблем нет. Потому что я не ограничиваю себя возрастом или какими-то моими возможностями. Я всегда спрашиваю, Господи, пусть Твоя воля будет на мою жизнь. Что Ты хочешь? Куда мне двигаться дальше? И вы знаете, если вы не будете ставить себе какие-то барьеры, барьеры возраста, что ой, я уже старая, мне уже поздно учиться. Вы знаете, никогда не поздно. Я видела один слайд-шоу студенте, которому, по-моему, то ли 84 года поступил в Пермский университет. И кто-то может сказать, что, ну, зачем ему учиться 84 года? А вот хочет человек себя реализовать. Про одну японку я слышала, что ей вообще было 90 лет, когда она пошла учиться. И вы знаете, вот по иронии судьбы, которая долго у меня была в памяти, когда мне было, наверное, 18 лет, и я работала на шинном заводе, у нас был один мастер. Он был глубокий старик для меня. Ему было, наверное, 52 года. И все говорили, Михаил Николаевич пишет диссертацию. При этом он работает, ходит там с ключами, с гайками. И все над ним смеялись. Ну, я думала, зачем ему диссертация в таком возрасте? И потом, когда вот мое собственное развитие пошло в другом направлении после 40 лет, я вспоминала его часто, и теперь я понимаю, зачем ему эта диссертация была. Он хотел просто реализовать то, что у него было в сердце. И он ее защитил, не зная, что он там дальше делал. Возвращаясь к нашему письму, вот от девушки, которая почти уже дошла до финиша, но у нее не было мотивации закончить свою учебу, я хочу сказать, что есть причины, почему люди начинают какое-то дело, и потом у них начинает все тормозиться. Но первое, что возможно, это был не ее выбор. Она, значит, пошла по совету папы или мамы, или кто-то порекомендовал. Второе, возможно, у нее не было мотивации на достижение, потому что если она бы достигла, но завершила эту учебу, то она чувствовала, что, возможно, ей пришлось бы напрягаться с работой. Пока она училась, она, видно, что-то узнала об этой профессии больше. Есть также мотивация на избегание неудачи. Она решила, что чем позориться на защите диплома, который она боялась на нее попасть, на эту защиту, она решила сдаться, не доходя до нее. Кстати, знаете, шутка такая, когда я училась, заканчивала первый свой вуз, у нас была такая шутка. Что такое защита диплома? 15 минут общественного позора и кусок хлеба на всю жизнь. До сих пор помню ее. Но это не позор, друзья, на самом деле. Если вы сами будете его готовить и писать, то это будет просто интересный творческий процесс. Итак, вот с этой девушкой мы поработали и выяснили ее представление о том, что она видит вообще дальше, чего ей вообще хочется. Да, действительно, оказалось, что это был не ее выбор, но, знаете, мы иногда в профессиональном смысле, мы иногда, ну, или дети ваши, или вы сами, мы иногда делаем какой-то выбор. И потом, благодаря тому, что мы сделали этот шаг, уже на основании, на платформе вот какого-то диплома, мы можем переквалифицироваться, можем переподготовиться. Ну, просто базовое образование, оно дает нам такую фору в жизни. Знаете, иногда сразу не удается достичь того, к чему мы стремимся. И тогда какие-то, предпринимая последовательные шаги, мы можем все-таки двинуться к своей цели и достичь ее. И у нас такое представление об успехе. Вот что вы думаете об успехе? Что это такое? Это какой-то вот, не знаю, фанфары, литавры, венки и крики «Ура!». Ну, обычно успех – это серия успешных действий на пути к достижению какой-то цели. И вот, когда, смотрите, когда вы чем-то занимаетесь, и вы раз потеряли мотивацию, вам кажется, что вот это мне не поможет, мне нужно что-то менять. Но вы посмотрите вообще, чего вы хотите. А потом, когда вы посмотрите, чего вы хотите, помолитесь и подумайте вместе с Богом, как вы можете использовать уже вот этот вот подготовительный шаг в том, чтобы двинуться дальше к успеху. И есть такой в книге-притче один стих, где говорится, «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Мне кажется, здесь ключ в том, чтобы завершить начатое дело, в том, чтобы мы его завершили, зная, что это будет двигать меня дальше на пути к моей цели. Может быть, даже имеет место некий страх, что у меня не получится. Очень трудно, как вот этой девушке было с дипломом. Очень трудно там столько писать, может чертить. Я и чертила, и писала дипломы. Я знаю, что это действительно требует усилий. Помните, что страх – это то, что останавливает нас, что не получится, что я не смогу этого. Если вы верите в Бога, то это вообще неправомерное утверждение. Оно противоречит тому, что говорит в Писании «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4.13. Я видела этот стих на такой ленте перевязи у известного боксера Холлифилда. Там было написано «Филиппийцам 4.13». Значит, люди сообразили, что «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Помните, что вы свои битвы и проекты совершаете вместе с ним. Он помогает вам, если вы к нему обращаетесь. Итак, смотрите. Если у нас нет мотивации к окончанию дела, мы должны найти в себе этот мотив, найти цель, поставить и её достигать. Если у нас есть лень, то от лени надо элементарно. От неё нужно отказаться. Потому что, знаете, ленивый человек, о нём написано «Он не жарит дичи своей». То есть он не сходил на охоту, он не добыл, и поэтому жарить ему нечего. Если только яичницу. И то тоже надо найти где-то для того, чтобы яичницу сделать. И написано ещё один стих о том, что ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. И знаете, когда я в каких-то своих... Я много учусь, много работаю. Иногда я думаю, господи, сколько мне это нужно. Нужно мне это делать или не нужно? Но мне это интересно. Я руководствуюсь тем, что Бог даёт мне хотение действия по своему благоволению. Так апостол Павел написал послание к филиппийцам 2.13. И то есть вот это желание моего сердца и понимание, что это правильно, что это полезно будет для людей, для меня, оно заставляет меня вот этого коня своего готовить на день битвы. Я хочу поделиться своим личным свидетельством о том, что любое дело, которое вы делаете, если вы его доводите до конца, оно всё равно вам пригодится. Мой папа говорил мне, всё умение, которое ты освоишь, его за плечами не носить, но когда-нибудь оно тебя выручит. И также части ваших достижений, они обязательно вам пригодятся. Я много лет работала конструктором, до того, как стала заниматься, работать в телевидении. И я думала, ну, кажется, это вообще опыт бесполезный для меня, потому что, ну что это там, чертила железяки, там сложное какое-то оборудование, сборно-разборное. И потом, через несколько лет, когда уже работала в телевидении, работала с людьми, я поняла, что это дало мне навык разбираться в сути вещей, в деталях, что из чего состоит. Поэтому, если вы хотите быть успешными в жизни, завершайте начатые дела. Я слышала такую идею, что можно бросить, если тебе это не понравилось. Но, знаете, можно бросить одно, бросить второе и заполучить себе такой менталитет неудачника. И люди будут говорить о вас, что вы не закончили дело до конца. И вы сами будете считать себя неудачником. Поэтому давайте находить эту мотивацию для того, чтобы заканчивать дела. Что говорить об этой девушке, то она закончила эту учебу, получила диплом. И, знаете, через какое-то время у меня появилась еще одна такая же проблема, у человека проблема с подобными вещами. И, знаете, там был перерыв большой в учебе несколько лет. И мотивация нашлась закончить, получить это образование базовое и дальше специализироваться. Ну, вот наша мотивация коснулась только образования. Но и в разных других сферах жизни это тоже применимо. Мы заканчиваем сегодня нашу программу словами добрых пожеланий вам, друзья. Если у вас что-то не получилось, помните, что вы всегда можете обратиться к Богу за помощью. Помните, что чем больше у вас будет способностей и умений, тем более пригодными вы будете для того, чтобы Бог вас использовал, тем более интересно будет вам жить. И вы можете комбинировать все свои многочисленные навыки и делать нечто уникальное в своей жизни. Будьте успешными, будьте мотивированными на успех, не бойтесь неудач, продвигайтесь дальше в своей жизни, и вы увидите, что победа будет обязательно. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова